Минздрав Белоруссии улечили в сокрытии статистики по коронавирусу Белоруссия, бывший СССР. 18 часов 19 минут, 17 апреля 2020 года Минздрав Белоруссии улечили в сокрытии статистики по коронавирусу. Фото. Опубликованная местными властями статистика по численности зараженных коронавирусом в Витебской области существенно отличается от цифр, озвученных министром здравоохранения Белоруссии Владимиром Караником. В сокрытии данных Минздрав улечили журналисты издания «Наша Нива». Они отметили, что ведомство систематически не публикует статистику о количестве случаев коронавируса по регионам. Вместе с тем такие данные иногда обнародуют региональные санитарно-эпидемиологические станции и местная пресса со ссылкой на главврачей больниц. Статистика также озвучивается на заседаниях областного штаба в Витебске. Так, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облсполкома Михаил Вишневецкий в ходе недавнего заседания заявил, что в Докшицком районе было зафиксировано 72 случая коронавируса, в Бешенковичском – 27, в Льозненском – 22. Спустя несколько часов после этого глава Минздрава рассказал, что в Докшицах 20 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, в Бешенковичах – 7, в Льозненском – 8. Журналисты отмечают, что коронник вряд ли мог озвучить информацию только по райцентрам, а не по районам в целом, поскольку в Белоруссии не ведут такой статистики, если речь идет о сельских районах. Да и спустя несколько секунд, упомянув ситуацию в неделе, министр говорил в целом о жителях района. Ответ на такую загадку теоретически может заключаться в различных казуистических формулировках. А может и в том, что информация из областей суммируется Минздравом лишь спустя несколько дней, отметили авторы публикации. Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. Медики считают, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от вируса. SARS-CoV-2. По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4779 человек, 42 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,2 миллиона человек, 148 тысяч скончались, 558 тысяч излечились. Что происходит в России и в мире, объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись, как спастись от коронавируса. Старайтесь не выходить из дома без необходимости, зачем это нужно. Вирус распространяется в общественных местах, старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет, это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах, зачем это нужно. Кашляя или чихая человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19 распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки, зачем это нужно. Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот, зачем это нужно. Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены при кашле и чихании, прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднений дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью, зачем это нужно. Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны. Сайт stopcoronavirus.rf Информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь. Ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь. Подробный раздел на сайте Минздрава здесь. Телефон скорой помощи 0303 для звонка с мобильного телефона. Горячая линия Роспотребнадзора 8 800 555 49 43. Горячая линия Роструда 8 800 707 88 41. Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы 7 495 870 45 09. Источник – Всемирная организация здравоохранения.